Ну что ж, на этом я свою функцию в качестве организатора завершаю и перехожу к функции спикера. Сегодня моя тема называется «Как учебное видео ввлекает и объясняет». Я вам покажу некоторое количество примеров, расскажу о некоторых методиках, ну и тоже расскажу о своем курсе, который запускается в середине октября. Ну что ж, поехали. Наверное, каждый из нас видел вот эту вот пирамиду нарисованную. Не уверен, что тут точно отображены цифры процентов, уж больно они круглые, да? Но примерно мы понимаем, что тут все верно. То есть нас интересует центр пирамиды, вот там, где аудио и видеопросмотр, демонстрация и так далее. Мы видим, что эта часть видов воздействия на обучаемого создает гораздо больше учебного эффекта, нежели обычные лекции, обычное чтение учебника и так далее. Вот вопрос «Почему?». Сегодня мы постараемся на этот вопрос ответить, вот. Ну и заодно рассмотрим те самые методические возможности, которые учебное видео... при помощи которых учебное видео, вот, занимает такое хорошее место в этой пирамиде. Наше сегодняшнее, такой крупный, крупными мазками план нашего вебинара. Так, кто-то, наверное, не видит вебинар. Напишите, пожалуйста, в чате, те, кто меня видят и слышат, что вебинар уже идет, чтобы я не отвлекался. Напишите, пожалуйста, Алине Латыповой. Вот, спасибо. Вот, итак, это крупными, крупными мазками, такая наш план сегодняшней деятельности нашей. Сначала поговорим сегодня, поговорим немножко совсем о типологии учебного видео. Познакомимся с дидактическими возможностями учебного видео. Рассмотрим медийность и объясняющую силу, как некоторые такие, ну, в некотором смысле противоположные факторы, как они друг другу помогают и, наоборот, как они друг другу противоречат. Поговорим про сценарий и планирование учебного ролика. Ну, и на последнем этапе я приведу несколько ссылок на те ролики или крупные формы учебные, которые, я считаю, необходимым посмотреть, чтобы натренировать насмотренность на хорошие примеры учебного видео. Да, я совсем забыл, в моем сегодняшнем, в моей сегодняшней презентации находится много ссылок, поэтому я, эти ссылки не для того, чтобы их смотреть прямо во время вебинара, поэтому я их повторять в чате не буду, но предлагаю вам презентацию скачать. Она есть в общедоступных файлах. Ну, и кроме того, сейчас я вам еще дам... Я знаю, что у некоторых людей есть проблемы со скачкой непосредственно из вебинара, поэтому я сейчас вам дам ссылку в чате на скачку из дропбокса. Минутку. Так, вот так вот получаю ссылку и делюсь ею с вами. Вот. У кого не получается скачать непосредственно из вебинара, вот используйте эту ссылку для скачки. Вебинар будет идти примерно от часа до часа 15. Это для Марии Карташевой вопрос. Ответ на ее вопрос. Да, кстати, я хотел бы попросить вам, если у вас будут вопросы, то, пожалуйста, задавайте их лучше во вкладочку «Вопросы», чтобы я не пропустил их, потому что в общем чате могу и пропустить. Ну что ж, поехали, да? Типология учебного видео. Когда-то я собирал много разных примеров учебного видео, чтобы показать, как учебное видео одно отличается от другого. Но потом решил все это собрать в единый блок и создал вот такой вот лонгрид. Ссылка на него внизу находится, где вы можете познакомиться. Ну, такой вот краткий справочник, что ли, сделал. Там примерно, ну, почти сотня, меньше сотни, около 80 примеров. Вот, типологии и примеров учебного видео. Каждый из них чуть-чуть отличается друг от друга. Это не просто набор роликов, которые мне нравятся. Каждый из них чем-то отличается в подходе к объяснению и к обучению. Вот, либо к технологии, к медийной технологии. Вот, здесь нет времени говорить о каждом из этих способов, примеров. Ну, давайте я вкратце просто расскажу о том, какие я вижу варианты учебного видео. Прежде всего, это живое видео, то есть видео в студии, либо видео, натурное видео, когда мы снимаем, ну, как кино снимаем спикера и то, что он делает. Второе – это видеоскрайбинг, то есть рисование поверх экрана. Третье – скринкасты. То есть это один из самых демократичных видов учебного видео. Не значит, что самый плохой. То есть при помощи скринкаста тоже можно объяснить очень многое-многое. Вот, и я многим рекомендую именно этот вид, потому что с него проще всего начать, и при этом при хорошем исполнении этого вида учебного видео вы мало чего теряете в объяснении. Видеоинфографика и анимация. Ну, понятно, что это очень лакомые виды. А, что такое скринкаст, спрашивают меня. Скринкаст – это съемка экрана. То есть вы что-то воспроизводите на экране, например, работу какого-то приложения или программа что-то вам считает и выводит какую-то информацию на экран, а вы снимаете экран и комментируете голосом. Это голосом или как-то иным образом комментируете, что там происходит. Итак, видеоинфографика и анимация. Тут понятно, что все хотят этим заниматься, но, к сожалению, это наиболее творческие форматы и задешево не всегда получается. Иногда получается, но в редких случаях. Как правило, хорошая видеоинфографика стоит дорого, но и эффект она производит учебный достаточно серьезный. Интерактивное видео. Само по себе видео не может быть интерактивным, то есть в традиционных форматах видео не предусмотрена интерактивность. И, как правило, если вы видите интерактивное видео, оно обеспечено какой-то обвязкой, например, сервисом, который поверх видео обеспечивает интерактивность, то есть переходы по каким-то горячим точкам, например, вот, ну, или свойства плеера видео таковы, что он обеспечивает эту интерактивность. Впрочем, интерактивное видео достаточно интересный вид, о нем стоит сказать отдельно. Видеокомиксы. Ну, достаточно популярная форма для... и демократичная точно тоже, потому что есть соответствующие приложения для того, чтобы, там, начать или как-то обозначить учебный процесс, но, скорее всего, не для полностью учебного процесса, чтобы... то есть сделать все в комиксах это достаточно трудно и утомительно, вот. Но в качестве дополнительного средства очень даже подходит. Демонстрация. Это огромный пласт учебного видео, который позволяет, ну, например, демонстрировать опыты, демонстрировать какие-то процессы, технологические цепочки и так далее. То есть весьма распространенный и очень хороший вид учебного видео. Впрочем, он требует также натурной съемки. Записи синхрона. Очень важный вид учебного видео. Вот мы сейчас проводим вебинар. Запись его останется на долгие годы, и каждый сможет его посмотреть. Возможно, записи синхрона – это не самый качественный вариант учебного видео, но зато практически бесплатный. И это, то есть, просто нажать на кнопку в процессе синхронного взаимодействия со слушателями, и все, да, и больше почти ничего. Ну, и потом залить ролик на YouTube. Именно это обуславливает то, что этот вид учебного видео очень важен для нас, и его надо применять, потому что соотношение цены и качества, оно важно. Не только качество как таковое, да, но иначе можно было бы, например, вообще все делать в виде видеоинфографики, анимации и так далее, но и соотношение цены и качества. Видеофиксация. Когда у вас всюду стоят камеры и снимают то, что происходит в действительности, ну, например, рядом с домом, видеорегистратор в автомобиле, видеорегистратор на производстве, который что-то снимает, то после этого путем большого отбора, там, отсева и отбора можно набрать материалы, которые позволяют создать какой-то учебный контент, видео. Вот. Это очень здорово, потому что это реальная запись из жизни, и при хорошем отборе получается очень хороший материал. Ну, дальше идет 3D-визуализация. Тут понятно, что то, что можно представить в трехмерном изображении, оно всегда более наглядно, чем в двухмерном. И многие современные приложения позволяют делать, ну, например, кадовские программы позволяют делать 3D-визуализации. Вот. И это всегда очень-очень-очень наглядно. Ну, и, наконец, всякие виды псевдовидео, то есть, когда есть некий драматический эффект визуальный, но он не является собственным видео, может быть, являться набором просто сцен каких-то, да? Вот. Тоже условно можно его присоединить к видео. И дальше стоят 3 точки, что означает, что еще много-много разных мелких видов мы здесь не рассмотрели, ну, рассмотрели основное. Так, я вижу что-то, какой-то вопрос в вопросах. Как вы думаете, при создании учебного видео нужен сценарист? Ой, хороший вопрос. Давайте оставим его до того, как я буду про сценарий говорить. Так, поехали дальше. Итак, тут я хотел бы вам остановиться на следующем моменте о дидактических возможностях учебного видео. Когда-то лет 5 назад я столкнулся с вот таким вам роликом 80-го года, то есть ему уже 41 год. Здесь написано слово кино, но мы можем слово кино заменить на видео, и ничего не изменится. На самом деле, я удивился, как уже в 80-м году глубоко методисты понимали возможности учебного видео. Вот. Ну, то есть там это написано про кино, то есть имелось в виду, что это доступно не каждому, да, только специальным студиям. Сейчас все тоже мы можем реализовать, ну, почти все тоже мы можем реализовать самостоятельно. Вот здесь ссылка на этот ролик, он, по-моему, где-то около 10 минут занимает всего. Вот так что я всем рекомендую его посмотреть. А я же для вас сделал краткий краткий конспект, собственно, тех дидактических возможностей, которые перечислены в этом ролике. Вот тут есть несколько возможностей. Основную из них я... Да, здесь они перечислены в том же порядке, как в ролике. Но для нас наибольший интерес представляет пятый, он выделил у меня жирным, это принцип выделения основной информации. То есть при учебе, при обучении очень важно не просто передавать обыкакую информацию своим слушателям, но выделить основную, потому что именно основная информация и является ключом к объяснению. Вот. При этом учебное видео очень хорошо позволяет выделить основную информацию. Два примера. Основная информация может скрываться где-то в пространстве. Например, у вас какая-то сцена, и на этой сцене есть объекты. И основная информация скрывается в одном из этих объектов. В этот момент очень эффективным приемом является наведение камеры, реальной или условной, если это, например, скринкаст, на этот объект. Есть несколько приемов, которые позволяют это сделать. Это можно сделать либо при съемке, либо при монтаже, сделать условный наезд камерой, расфокусировку всего остального пространства с тем, чтобы было видно и немножко контекста было видно, и основной объект. Сразу видно, что речь идет об этом объекте, и надо сфокусировать внимание именно на нем. После того, как речь пойдет о другом объекте или о каких-то общих вещах, то можно снова отъехать камерой на общий вид и наехать на другой объект, например. Очень действенное средство для того, чтобы отсечь лишнюю информацию, которая нам в данный момент не нужна и сосредоточиться на основной информации. Второй вариант это когда основная информация у нас содержится во времени. То есть, например, два противоположных примера. Например, мы хотим снять, как вылетает пуля из ствола пистолета. При этом мы должны сделать убыстренную съемку и потом показать в замедленном виде это все. Процесс, который мы хотим объяснять, слишком быстрый для того, чтобы объяснять его в обычном времени. просто мы не успеем его показать, а человек не успеет его посмотреть. Поэтому мы делаем вот такое выделение основной информации во времени. И противоположный пример, например, мы хотим заснять как растет, как всходит и растет какое-то растение. Нам понадобится, например, месяц непрерывной съемки, ну или покадровой съемки, а потом мы это собираем и показываем в более быстром темпе, и мы видим, как это происходит. Опять же, наша основная информация во времени, которое определяется не ростом самого растения, а темпом объяснения воспроизводится. Вот это два примера, как может использоваться учебное видео для выделения основной информации такого дидактического приема. ну и другие возможности принцип наглядности тут все понятно. Лучше сто раз увидеть, чем один раз услышать или там прочитать. Вот, тем более, если это в динамике происходит, это третий пункт, динамизм, да, то есть мало того, что мы это видим, мы еще видим, как это изменяется, потому что статика передает нам только часть информации и иногда не главную информацию, иногда главная информация именно в динамике. Допустим, мы кидаем мяч, который отскакивает от стены и он перемещается с ускорением. Вот в этом ускорении заключается основной смысл. В статике его не передать. Достоверность. Ну, тут понятно, что мы сейчас немножко к этому пункту можем относиться с прохладцей, потому что понятно, что в современном видео можно сделать все, что угодно, в том числе и недостоверное, но в принципе если вы снимаете какие-то реальные сцены, то понятно, что к ним доверия больше, чем если вы эти сцены просто описываете словами. Переход от анализа к синтусу, ну, тут это такой сложный пункт, я вам предлагаю его все-таки посмотреть в исполнении исходного ролика, о котором я говорил. Ну, следующий пункт вот очень важен, принцип эмоциональности и увлекательности, об этом собственно я говорю, когда говорю о медийности ролика, мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. Эмоциональность очень важна, если вы при производстве ролика, да и вообще при объяснении совершенно безэмоционально, то вам могут просто не поверить. в процессе объяснения надо показать своему слушателю, что вы эмоционально вовлечены в процесс объяснения, и этот предмет для вас является важным, предмет объяснения. Это передает ощущение искренности, то есть если преподаватель не искренен в своем объяснении, то скорее всего ему не поверят и его перестанут слушать. И это уже вопрос не эмоциональности и не отношений, а вопрос дидактический. Вот видео позволяет передать эмоциональность в самой большой степени из всех наших медиа, которые существуют. помощь в развитии навыков и умений. Ну, понятно, что видео может не только объяснять какие-то общие вещи, то есть не только передавать знания, но и формировать навыки. Например, если перед вами пошаговая видеоинструкция по смене экрана на вашем смартфоне, то вы можете самостоятельно купить новый экран, самостоятельно его заменить, просто посмотрев это видео и пошагово сделав то же, что и в этом видео. Это работает, и такими роликами заполнен YouTube, и это просто замечательно. Раньше у нас такой возможности не было. Ну и наконец, тоже достаточно сложный вопрос, индивидуальное адаптивное обучение. В ролике, который я вам предлагал, замечательно там это все расписано. Речь идет о том, что у нас есть некое действие, которое мы признаем идеальным. Это действие у нас уже заснято. Дальше мы заснимаем свое действие какое-то, и путем сравнения, может быть, даже покадрового сравнения, понимаем, в чем неидеальность нашего действия, и доводим наше действие до того, чтобы оно соответствовало идеалу. Вот такие дидактические возможности на мой взгляд очень хорошо описывают то, что и сейчас с видео существует. А теперь поговорим о медийности и объясняющей силе, как они друг с другом соответствуют. Помните, только что мы с вами говорили об эмоциональности, вовлечении и так далее. Вот медийность это, по сути дела, техническая сторона процесса вовлечения. Нужна ли она и в какой степени? Медийность, как правило, стоит достаточно дорого. Я имею в виду, что, во-первых, не каждый способен на хорошую медийность, во-вторых, для хорошей медийности нужна, как правило, чисто технологически уже большая оснащенность. вот в какой мере медийность нужна? Давайте обсудим этот вопрос. Так, сейчас я посмотрю, есть ли... Так, почему учебные фильмы по физике такие старые? Ну, я не знаю, про какие вы говорите. Вообще, на самом деле, по физике есть как старые фильмы, так и новые. Но я думаю, что старые фильмы во многом не устарели, потому что основные законы физики остались прежними, и если фильм хороший, то почему бы его не использовать до сих пор? Так, еще один вопрос вижу. Какие программы для записи скринкастов нравятся вам больше всего? Интересуют программы, которые позволяют показывать демонстрации презентации и прямоугольничек со спикером Камтази? Мне нравится больше всего, как правило. Вот, дальше идем. Итак, про медизность немножко. Вот тут пример. Мой хороший знакомый и друг Олег Горнов, он ведет видеоблог по робототехнике, и его я хотел бы привести в пример как такой достаточно добротный, хотя и не топовый блок с обучающей, ну, то есть не все блоги обучающие видеоблоги, вот это вот обучающий видеоблог. Сделан он, ну, я не скажу, что минимальными средствами, средними средствами, да, то есть это все-таки не какая-то огромная команда, которая делает это все, да, он, Олег все делает сам, ну, может быть, там один помощник у него есть, вот, и кадр ставит, и спикером является, и показывает, что самое интересное, и на экране, и сами кусочки роботов, которые как-то как-то работают, все это производит достаточно хорошее впечатление, и я бы сказал, что это прекрасный пример о том, про то, как медийность работает на объяснительную силу. Вот, есть, конечно, и другие примеры, когда медийность есть, а объясняющей силы нет, то есть по очень многим причинам это может состояться, ну, например, когда студия есть, команда студийная есть, но никто не задумался, нет продюсера хорошего, который, я имею в виду продюсера, учебного продюсера, который это все поймет, как это должно быть, нет нормального спикера, который понимает, харизматического спикера, который понимает, как вести себя в кадре, и в результате получается видео качественное, но не объясняющее совсем. таких примеров полно, вот, часто они связаны с работой вузов, когда вузы уже завели у себя хорошие студии, но еще не поняли, что аппаратура это не все еще, да, важен сам автор и важна методическая составляющая. Впрочем, не обязательно все должно быть так уж медийно, вот пример хорошего скринкаста, как раз скринкаст презентации, как загрузить презентацию в Камтазии, это компания TechSmith, которая Камтазию производит, она же и делает ролики, как работать в Камтазии. Очень скромные ролики с точки зрения медийности, но прекрасно все объясняется. То есть от отсутствия такой напыщенной медийности, в данном случае объясняющая сила совсем не теряет, а может быть даже и приобретает. А вот пример другого вида скринкаста, впрочем, не очень действенного, что ли, да, это help сервиса Tilda, но, впрочем, это не обучающий ролик, а все-таки help, поэтому понять и простить можно. Я хотел бы отметить, что на сервисе Tilda сейчас есть масса замечательных очень медийных вебинаров, видеотрансляции и так далее. Ну, я привожу в пример, тем не менее, вот этот вот help, video help. В чем здесь небольшая загвоздка? Да, во-первых, это вариант немого скринкаста, то есть тут нет голоса вообще. А когда у вас нет голоса вообще, это означает, что такие скринкасты возможны, но это означает, что вы должны, видеоряд у вас должен объяснять все то, что вы объясняете голосом. В данном случае видеоряд не объясняет, он просто воспроизводит интерфейс и последовательность действий внутри этого интерфейса. Этого недостаточно, как правило. Вот для help иногда достаточно, если у вас справа программа или сервис, слева ролик, и вы просто, как обезьяна, воспроизводите один в один это действие. Иногда это полезно тоже, но в принципе, как обучающий ролик, это не очень здорово. И я хотел бы привести свой собственный пример. Это, возможно, мы сейчас даже посмотрим видео. Это немой скринкаст, в котором произведено действие, необходимое действие. То есть сначала был снят скринкаст чисто по интерфейсу, а потом к нему была добавлена объясняющая часть. Объясняющая часть, опять же, не аудиальная, а визуальная. И это нормально работает. История этого ролика такова, что вот наш проект Директ-Академия в 19-м году, в мае 19-го года мы его подавали на Вики-премию «Свободные знания», и нам надо было, чтобы люди пришли и проголосовали за нас. Надо было это сделать на странице Википедии, не очень понятно было, как это сделать, потому что это надо было в коде править, ну, у Википедии такие правила, там с интерфейсом не все хорошо, поэтому надо было объяснить, как это делать. В результате мы нашим сторонникам это объяснили, они пришли и массово проголосовали за нас, и в результате мы эту самую Вики-премию и получили. То есть объяснение по факту сработало. Вот, давайте я вам этот ролик покажу, причем покажу, что было сначала, и вы поймете, что, в общем-то, наверное, сначала было не так понятно. Вот, давайте я вам запущу ролик. Вот, и буду комментировать сам. Вот что-то происходит, мы находимся на какой-то странице, я не буду объяснять, чтобы вы поняли, что изначально это не так уж понятно, что мы делаем. Просто листаем какую-то страницу, нажимаем какие-то кнопки, но зачем не совсем понятно. Попадаем в какой-то новый редактор, и что-то там делаем. Занимает это всего полторы минуты, то, что мы делаем. ну вот так мог бы выглядеть учебный ролик, если бы мы не заморачивались с объяснениями, а просто сняли бы то, что мы делаем. ну и давайте сейчас да, сейчас уже близится к концу ролик, и давайте я вам сейчас покажу, что из него получилось, когда мы туда добавили объясняющую часть. ну вот сейчас уже заканчивается все. так, все, а теперь давайте я покажу то, что у нас получилось, при этом возросло примерно в два с половиной раза объем, давайте посмотрим, как это выглядит с объясняющей частью. Ну, во-первых, для чего этот ролик? Первое объяснение. Поддержите наш проект. Объяснение, опять же. Начинается, собственно, скринкаст. А вот они, эти приемы, выделение главного. Выделение основной информации. Опять же, выделение основной информации. Вот тут постоянно выделяется основная информация и на время фиксируется, эта информация фиксируется для того, чтобы было время понять. обращаю ваше внимание, что все это сделано при помощи достаточно демократичных средств. то есть здесь нет никакой инфографики, видео, анимации. Чистый скринкаст плюс средства привлечения внимания. поменьше, по-английски, В Rabbit тут применены одновременно несколько приемов фиксирования внимания это приближение это прожектор и стрелочка с надписью то есть такой тройной прием всего запись и монтаж этого ролика заняли у меня примерно ну часа три наверное то есть это вполне разумное время по ресурсам ну вот собственно и все я сейчас продемонстрировал это на своем собственном ролике мог бы конечно найти какой-то другой но мне удобнее ссылаться на себя вот я просто хотел обратить ваше внимание что здесь мы почти не видим медийности но объясняющую силу мы видим вот и это к тому чтобы у вас не не опускались бы руки в том смысле что у вас нет соответствующих медийных средств вы там не обучены с хорошей аппаратурой да и денег на нее нет да всегда есть возможность каким-то образом заменить медийность чем-то другим впрочем если у вас есть хорошие возможности не надо избегать медийности потому что она хорошо работает на плюс в объяснении а про медийность еще по про медийность я призываю вас всех посмотреть вот этот замечательный часовой ну уже не ролик видео лекцию андрея скворцова руководителя компании меркатор это просто ну просто праздник какой-то то есть я когда посмотрел этот это выступление я получил большое удовольствие когда я начинал смотреть я начинал смотреть со скептизом потому что думаю ну что компания меркатор снимает информационные учебные не учебные обучающие ролики за большой бюджет я думал что эта информация никогда мне не пригодится потому что это будет специфические приемы под этот бюджет оказалось что 80 процентов того что говорит андрей соответствует и малому бюджету и может быть полезно всем нам а вот так что я призываю вас посмотреть этот видео это видео на час вы не потратите время даже просто получите удовольствие ну и кратко из этого из этого видео небольшие выжимки вот такая цитата из сергея эйзенштейна которые для нас очень и очень подходит а я воспроизведу сейчас ее голосом моим художественным принципам остается не интуитивное творчество а рациональное построение воздействующих элементов воздействие должно быть проанализировано и рассчитано заранее это самое важное вот если тут слово воздействующих заменить на слово объясняющих получится то что нам надо то есть рациональное построение объясняющих элементов это то что нам надо мы должны продумывать объяснение до того как начнем до того как начнем действовать а ну и тут дальше вовлекающие объясняющие приемы говорится про драматургию управление вниманием ритм и темп кстати про ритм и темп в том ролике о котором я который я вам только что показывал вы могли обратить внимание на ритм который говорит о том что ну нет он не говорит о том но вы могли заметить что идет отдельно действие отдельно объяснение вот это очень хороший прием почти всегда надо поступать именно так сначала вы показываете действие и в этот момент вы не объясняете разделив собственно действие на нужные этапы да потом действие закончилось вы приостановили его и в этот момент впрыскиваете какое-то объяснение у меня это в виде стрелочек было сделано это можно делать любым образом вот но смысл в том что это должно чередоваться действие объяснения действие объяснения действие объяснения действие объяснения и вот таким вот образом должен поддерживаться ритм и правильная последовательность да ну и тут я не буду это объяснять, посмотрите. Это просто прекрасно. Ну, вот по поводу метафор немножко еще поговорим. Да, вот по поводу ритма и темпа еще кое-что. Не буду, это просто вот кусочек из из видеоролика Скворцова. Вот. Ну и еще, если вы хотите, если вы задумываетесь об медийной силе вашей, то вам обязательно надо будет подумать о технологиях. Один из вариантов технологии, ну, я думаю, что это прежде всего, о чем вам надо думать, это о правильном освещении. Вот вам ролик, который для дилетантов объясняет, как правильно ставить свет. Какие существуют виды света и как как их правильно друг с другом комплексировать. Хороший ролик, посмотрите. Не факт, что вам понадобится все из этого. Возможно, вы предпочтете там один или два вида света из тех, которые здесь есть. Ну, по крайней мере, он хорошо ставит мозги в том смысле, как вообще профессионалы поступают и что из этого могут взять авторы учебного видео себе на заметку. Тем более, что есть совершенно недорогие варианты в продаже осуществления такого достаточно правильного света. Планирование. Вот сейчас пришло время поговорить о том, что мы называем иногда сценарием, а в более общем ключе, наверное, надо говорить о планировании учебного ролика, потому что не только в сценарии дела. А вот теперь я отвечаю на вопрос про сценарий, можно ли сценарий писать самому или надо обязательно привлекать сценариста. Вопрос сложный достаточно и зависит и от вашего бюджета, и от того качества, которое вы хотите получить, и от тех возможностей, которые вы хотите, в частности, от того вида видео, которые вы можете и хотите использовать. Например, если вы хотите использовать одну анимацию и видеоинфографику, это будет один сценарий. Если вы ограничены возможностью скринкаста, это будет другой сценарий. Говоря о малобюджетном учебном видео или среднебюджетном, надо все-таки склониться к варианту, когда сценарий будет писать не профессиональный сценарист. Это еще надо посмотреть, правильно ли профессиональный сценарист напишет этот сценарий, потому что объяснение это не дело сценариста. Дело сценариста правильно расставить, правильно написать тексты с тем, чтобы они были как бы пропорциональны, создавали бы эффект, драматический эффект и так далее. Поэтому обычные сценаристы, киношные, могут нам и не помочь, и даже навредить. Вот. Поэтому сценарий должен писать, давайте остановимся на том, что в большинстве случаев сценарий должен писать либо сам автор, либо тот человек, который сейчас называется, иногда называется по-старому методист, а по-новому продюсер учебного процесса, или продюсер учебного видео, продюсер ролика, то есть тот человек, который в голове держит конкретную цель и автора с его умениями, и технологию, которая обладает, и бюджет, и все это согласуют друг с другом. Вот. Поэтому сценарий необходим, но не надо сводить его к неким драматическим эффектам и чисто сторителлингу. Сразу хочу сказать, что я совсем не против сторителлинга, то есть не против того, чтобы вводить в учебные ролики драматический эффект. То есть последователь, то есть как обычно говорят, да, чтобы лучше объяснить, расскажите историю. Это реально действует, да, все, все верно, но только слишком сильно не надо этим увлекаться и не надо считать, что это решит все ваши проблемы. Особенно если у вас форма длинная, то есть форма видеолекции, такое тоже допустимо, хотя большинство учебных роликов лучше планировать короткими, но формат видеолекции тоже допустим, особенно в случае, если это какое-нибудь научно-популярное, учебно-популярное кино, видео, в этом случае допустим и крупные форматы, и часовой, и двухчасовой нормально проходят. Вот, нельзя два часа одну историю рассказывать, да, то есть я считаю, что можно рассказать в начале историю, где-то в середине коротенькую и в конце, и это могут быть разные истории. То есть стори-теллинг применим, но он не решает всех проблем, не решает задачи планирования учебного ролика вообще. А я, например, считаю, что один из самых важных моментов планирования учебного ролика является создание или воссоздание учебного контекста. Что такое учебный контекст? Вы ведь будете что-то показывать и о чем-то говорить в своем учебном ролике. А о чем, что вы будете показывать и что вы будете говорить? Вы будете показывать какие-то, условно говоря, как военные говорят, боевые ситуации, да, то есть, например, вам надо объяснить, как работать в системе дистанционного обучения. Вы прямо войдете в систему дистанционного обучения и по-живому будете объяснять по тем курсом, которые туда помещены уже, да, вот здесь смотреть, здесь не смотреть, здесь я селедку заворачивал там и так далее, да. Нет, так делать нельзя. Вы должны воссоздать в том объекте, про который вы будете говорить, свой учебный контекст. Например, создать свой учебный курс, на примере которого вы будете объяснять, какие элементы курса существуют там в системе дистанционного обучения, как преподаватель может их инициировать, как заполнить собственным контентом и так далее. Вам надо придумать легенду, учебную легенду, то есть курс там, например, ну я не знаю там, курс по расчесыванию кошек, например, да, то есть это абсолютно нереальный вариант, но правдоподобный, то есть на этом варианте вы на этом виртуальном мире, что ли, да, вы сможете объяснить все, что вы хотите объяснить. При этом есть несколько противоречивых требований к этому учебному контексту, и это, в общем-то, достаточно творческое тоже, как и написание сценария, это достаточно творческая вещь, но этот творческий процесс более преподавателю привычен, потому что он помогает ему объяснять. Вот давайте я по своим пунктам здесь пройдусь, что одна из главных задач автора инструкции, ну тут не только инструкции, а видео, учебного видео, воссоздание адекватного учебного контекста. Что значит адекватного? Это вот то и означает, что он должен быть вроде бы как правдивым, а с другой стороны не соответствовать полностью тому, что на самом деле. То есть это должен быть именно учебный контекст. Вам важно правильно подобрать примеры, отселектировав важное от неважного. То есть, опять же, в учебном примере все должно быть важно, и должно быть мало неважной информации, которая мешает восприятию. Учебный контекст должен быть компактным, полным и типичным. Вот очень важные вещи. Компактным, то есть не содержать лишнего, полным, то есть он должен полностью описывать все то, что вы хотите объяснить, в нем должно быть. И типичным, это означает, что он должен соответствовать действительности, то есть каким-то образом хорошо соотноситься с тем, что на самом деле существует. Учебный контекст не должен смотреться как учебный. Вот такая противоречие, да, он вроде бы как реально существует, да, реально существующий пример, но на самом деле его реально не существует. Ну и, наконец, учебный контекст должен быть эстетически привлекательным. Часто случается так, что любой боевой пример не совсем эстетически привлекательный. То есть по разным причинам он может содержать в себе элементы не очень эстетически привлекательные. Ваша цель в учебном контексте, в воссоздании учебного контекста этого избежать и сделать, чтобы это было приятно, приятно глазу. Ну и по поводу, собственно, стратегии объяснения. Это следующий момент, связанный с формированием плана вашего ролика. Вы должны понять, как, собственно, стратегия вашего объяснения, как объяснять понятно. И тут я вам очень советую книгу, которая называется «Искусство объяснять» Ливи Февре, который сам является руководителем компании по созданию учебных роликов. Книжка есть на Озоне, в том числе, ну, много где есть, в том числе в электронном виде. Можете ее приобрести. У вас, наверное, два вечера займет ее прочитать. Достаточно короткая и очень полезная для людей, практикующих не только учебные ролики, а вообще учебную деятельность. Ну и вот пара примеров из этой книжки, взятых. Это иллюстрации взяты прямо из этой книжки. Ссылка внизу. По поводу... Несколько идей, да. Первая идея о том, что все люди, которым вы объясняете, их можно разделить на категории от А до Z. А это те, кто пока вообще ничего не понимает в том, что вы хотите объяснить. Z – это те, которые знают не хуже вас. Ну и, разумеется, есть промежуточные уровни. И тут есть предостережение, связанное с тем, что не надо сразу объяснять частности. То есть не надо сразу говорить, условно говоря, если вы показываете лес, не надо сразу показывать вот это ель, вот это береза, вот это осина и так далее. Надо сначала рассказать про свойства леса. И категории от А, скажем, до К – это объяснение просто необходимо. Категории там, допустим, от К до Z – это не так необходимо. Они уже примерно знают, что такое лес, и им важно знать свойства отдельных деревьев. Но они вас простят. А те, кто находится слева на оси, они могут сразу не врубиться и дальше уже просто вас не слушать. Ну и второй вариант. Тем, кто находится слева, обязательно в начале ролика дать представление о том, зачем им это знание. И только потом приступать к вопросу «как». Собственно, к описанию того, что вы хотите дать. Потому что они пока точно не понимают, зачем это им надо. И пока они это не поймут, они не готовы воспринимать основную информацию по ролику. Вот такие советы дает Лили Февр. Еще много советов он дает, поэтому книжку я не заменяю. Покупайте ее и читайте, пожалуйста. Ну и еще одна картинка, взятая мной из вот этого сайта Medium.com. Пройдите, пожалуйста, почитайте. Там подробно написано. Но здесь замечательное просто для того, чтобы ставить мозги преподавателям. Что такое, собственно, обучение и как работает объяснение? Это перемещение смысла из картины мира преподавателя в картину мира обучаемого. Начинаем мы с того, что некоторый смысл в картину мира преподавателя ложится не как он есть, а преобразованный его картиной мира. То есть подгоняется под картину мира преподавателя. Дальше в процессе объяснения преподаватель не может просто извлечь этот смысл и поместить в голову обучаемого. Надо иметь в виду, что у обучаемого совсем другая картина мира, и в нее этот пазл не вклеивается. Объяснение – это как раз то преобразование, которое надо сделать с смыслом из головы преподавателя, прежде чем оно поместится в голову обучаемого. Вот такой вот скетч, он очень многое объясняет про сам процесс объяснения. Поэтому я его всегда даю. Метафора. Применяйте метафоры как способ объяснения. Это прекрасный способ объяснения, который позволяет... Ну, то есть сразу делает понятнее то, о чем вы говорите. Если вы сводите какую-то сложную вещь к более простой, которые все ваши слушатели знают, то вам для них привычно, то это объясняет более сложные моменты. Метафоры могут быть как словесные, так и, например, визуальные, в том числе и в визуальном ряде видеоролика. Вот тут вроде бы совершенно две несвязанные вещи показаны. Это прелые листья и солнце. Чем, собственно, они могут быть связаны? Оказывается, прелые листья объясняют такой интересный эффект, что солнце на самом деле такое огромное, могучее, несет столько лучей, не потому, что внутри него все жгучее и огромное тепловыделение происходит, удельное. Оказывается, внутри солнца, если брать его диаметр миллион километров, в среднем происходит тепловыделение не больше, чем у кучи прелых листьев. Удельное тепловыделение, то есть тепловыделение на единицу объема. И только из-за того, что этого объема очень много, мы видим солнце как огромный источник энергии, а не потому, что удельно в нем выделяется много энергии. Это метафора подчеркнута мною из видеолекции Алексея Попова, известного популяризатора астрофизики. И я посчитал, что это метафора, которая позволяет объяснить, как хорошо действуют метафоры. Впрочем, о метафорах мы еще чуть-чуть поговорим, потому что они в себе содержат еще и некоторую подводную часть, которая может нам помешать. Ну и, наконец, последний пункт – тренируем насмотренность. Я хотел бы вас познакомить с некоторыми роликами и крупными формами, которые, я считаю, если не идеальными, то демонстрирующими эффекты учебного видео очень хорошо. Но прежде чем перейти к этому пункту, я хотел бы представить свой курс, который состоится с 19 октября. Давайте, я не займу ваше внимание очень надолго, но, тем не менее, хотел бы это продемонстрировать. Минутку. Вот ссылка на мой курс, в котором вы можете познакомиться. Курс «Учебное видео от идеи до воплощения». Вариант 2021 года, существенно переработанный и дополненный. Проводится совместно с компанией «Ракурс». Уже шестой раз мы запускаем этот курс. Вот в нем мы поговорим, собственно, о методах создания учебного видео, уже технологических, технологических приемов, ну и методических приемов тоже. Впрочем, с полной программой этого курса вы можете познакомиться вот по этой ссылке. Вот примерно темы, которые здесь есть. Я не буду на них заострять внимание. Подробнее поговорим о типологии, от подготовки скринкастов, о записи скринкастов, о монтаже, о способах публикации, об использовании гаджетов, об интерактивном виде, об YouTube и видеотрансляциях, о видеоскрайбинге, интерактивности и дополнительных всяких возможностях видеомонтажа. Не буду сильно заострять внимание. Начало, прошу прощения, не 19, а 18 октября 2021 года. Будет 10 вебинаров по 2 академических часа 2 раза в неделю. Ну и при оплате до 5 октября льготная цена. И вот ссылка на этот курс на сайте «Ракурса». Мы, собственно, переходим к насмотренности. И я хотел бы вас призвать, если у вас есть свои примеры любимых учебных роликов, вот внизу есть ссылка. Давайте я вам сейчас ее задублирую в чат, потому что она может быть достаточно полезна прямо сейчас. Минутку. Сейчас я ее скопирую. Так, вот, к сожалению, заранее не подготовил. Сейчас я ее вам дам. Да, что ж такое. Вот эта ссылка. Каждый из вас может... Это Google-табличка, в которую вы можете вставить свой собственный пример любимый, если он у вас есть. А я пока... Да, на основе этих примеров я собираюсь создать Long Read с примерно 50 примерами. А пока хочу вас с десятком примеров познакомить, которые я уже точно включу в этот Long Read. Итак, начнем с больших форм. Один из замечательных примеров учебного видео, который, впрочем, является всего лишь копией, видеокопией того, что... Тех реальных лекций, которые читались в Стэнфорде, это биология поведения человека Роберта Сапольски. И чем интересна тут стратегия объяснения? Замечательная стратегия объяснения у этого лектора. Он исходит из того, что на каждой следующей лекции он частично, почти полностью опровергает то, что он говорил на предыдущей лекции, исходя из новых фактов, более сложных фактов. Таким образом, происходит движение, как бы это, диалектики сказали бы, путем отрицания-отрицания, переход к более новым сложным структурам. То есть мы понимаем, что то, что было нами сказано на предыдущей лекции, в принципе, правильно, но есть большое количество исключений. И правильно не только это, но и что-то другое. И они как-то друг с другом взаимодействуют. Это надо понимать. Ну, например, на одной из лекций мы говорим про действия генов на организм, а на следующей лекции мы говорим, что сами по себе гены ничего не значат без экспрессии генов. Если экспрессии генов не происходит, то ген молчит и никак себя не проявляет. Ну и так далее, и так далее. Там дальше идет информация о том, что в какие временные промежутки это действует. Что-то действует на промежутках тысячи лет, а что-то действует на промежутках минуты и секунды. Вот. В общем, очень с методической точки. Ну, кроме того, что я бы вам всем посоветовал это посмотреть чисто потому, что это интересно по самой теме. Ну, все-таки это 25 лекций. Вот. Но в том числе и для того, чтобы вы посмотрели, какая здесь хорошая методика объяснения. Следующий тоже гарвардский курс. Это... А, тот был стэнфордский, а это гарвардский, прошу прощения. Это курс справедливость. К сожалению, забыл, как зовут лектора. Вот, не вспомнил. Да. Думал, что вспомню, но не вспомнил. Мне этот курс запомнился методикой работы с залом. В зале сидели около 300 человек. Лекция постоянно прерывалась вопросами в зал и ответами студентов. При этом лекция не выглядит рваной. То есть, несмотря на то, что ничто не отрепетировано, студенты отвечают так, как они хотят. Основная стратегия сохраняется. То есть, студенты говорят волей-неволей, студенты говорят то, что надо для того, чтобы объяснить материал. Вот для меня такая работа является прямо ювелирной какой-то. Работа замечательная. Посмотрите, это действует не только для учебного видео, но, конечно, и для работы в оффлайне тоже. Так что... Ну и опять же, очень интересный курс. Посмотрите. Дальше. Пример точности. Когда точность работает на объяснение. Это фильм Бернса. Забыл, как его фамилия, его Бернс, но не Роберт, разумеется, как поэт. Надо было мне здесь написать. Я не задумался. Когда делал презентацию, помнил все эти имена. Это девятисерийный фильм о гражданской войне в США. Начиная с очень далеких подходов к этой войне, откуда она произошла, почему, и до ее итогов производится доскональный фактологический разбор того, что происходило. То есть, вот тут историческая дотошность и точность этого материала, мне кажется, достойной внимания, и я вам советую посмотреть это с тем, чтобы как-то сделать выводы из этого. Совершенно противоположный пример. Экспрессия, медийные приемы. Это канал, YouTube-канал Стаса Астафьева. Он здесь вот изображен. Чем интересен вот этот вот ролик? Это почти четырехчасовой ролик, при этом это ролик объясняющий и научно популярный. Я хотел бы отметить, что совершенно необычная постановка. Я бы даже не стал давать этот пример, но все-таки дам, потому что тут присутствует вся вообще возможная экспрессия и ненормативная лексика, и медийные приемы такие за гранью уже немножко. Тем не менее, общее впечатление, если вы можете как-то вот форму от содержания отличать, мне кажется, это обязательно надо посмотреть, потому что здесь замечательная объяснительная сила. То есть человек старается объяснить и объясняет. Вот такие варианты тоже возможны. Это как раз пример, когда медийные приемы работают на объяснение на все 100%. Обращаю внимание, почти четыре часа, то есть полный неформат для учебного видео, тем не менее, четыре часа вы смотрите экран и не можете оторваться. Про эстетику немножко поговорим. Мне очень нравятся видеолекции, учебные видеолекции Анны Веленской, популярные по музыковедению. И чем интересны ее видеолекции? В них присутствуют различные эстетические приемы. Мало того, что презентации сделаны у нее, нарисованы ей самой и достаточно эстетически привлекательны. Кроме того, и сама она ведет очень специфическим образом свои лекции. И кроме того, с музыкальной точки зрения, там присутствуют и отрывочки музыкальных произведений, и сама Анна часто отходит к электропианино и что-то наигрывает, а иногда даже и напевает. То есть тут полное погружение в эстетику музыки происходит. Совершенно неожиданно. Когда вы видели, чтобы музыковеды, кроме того, что говорят, еще чего-то и напевали бы или наигрывали. Кроме того, у Анны своя собственная система обозначения всяких музыкальных явлений, основанная на собственном, скажем так, ряде значков, которые более понятны, чем нотный стан. В общем, я вам очень советую посмотреть это, опять же, проникнувшись методическим фактом. Два ролика, которые совершенно прекрасны с точки зрения анимации. Это ролики на канале Вердайдер, российский канал переводов. Изначально это ролики англоязычные. Вот, но оба математические. Оба ролика про сложные математические задачи. И без анимации я боюсь, что эти задачи даже в принципе не могли бы быть понятны широкому кругу слушателей или там тех, кто смотрит эти ролики. Вот пример того, как анимация является не просто инструментом, а просто решающим инструментом на пути объяснения. Без нее ничего бы не было. То есть без нее, если просто демонстрировались бы формулы, то вообще ничего бы не было. Ну, может быть, 1% от слушателей смог бы чего-то понять. Вот это первый пример по поводу задачи 3х плюс 1. Есть такая нерешенная задача до сих пор. Вот. Ну, не буду ее математическую суть объяснять. Посмотрите. Там ролики-то всего на 10-15 минут. И вторая – это почему простые числа образуют спирали. Тоже замечательный ролик. И тоже здесь замечательная анимация, без которой ничего не было бы понятно. Вот это пример того, как анимация используется не абы зачем, а вот конкретно без нее бы никакого объяснения не было бы. Еще один момент – это физическая демонстрация технического процесса. Тоже своего рода замечательный ролик по поводу создания инструмента сверла для сверления квадратных отверстий. Вот. Вот человек просто взял и с нуля, ну, имея идею, идея уже давно была описана, имея идею некоторую, создал инструмент, который у вас на глазах высверливает, не фрезерует, обращаю ваше внимание, а именно операция сверления там применяется, но сверлит не круглое отверстие, а квадратное отверстие. Вот на ваших глазах этот инструмент сделан с нуля и показано его действие. Очень наглядно. То есть тут просто вот это к вопросу о наглядности и о том, что мы видим реальные, некие реальные вещи, которые происходят в реальном мире, как они нас убеждают при этом. Два более сложных примера – это показ процесса. Вот визуализация данных, ну, неважно про что, замечательный, ну, сейчас я немножко банально скажу, визуализатор, да, на самом деле специалист по визуализации данных Александр Богачев и его коллега Юлия Дрокова продемонстрировали, как в реальном времени можно найти данные на просторах сети, как из них сделать правильную табличку и потом правильно визуализировать, чтобы было понятно, о чем это. То есть данных не существовало, они были разбросаны по сети в течение примерно трех часов. Они это все создали и визуализировали. С точки зрения обучения тут есть пробелы в том смысле, что очень много лишнего. Если бы мы делали чисто обучающий ролик по визуализации, мы бы выбросили, наверное, процентов 80 материала отсюда. Но дело все, весь смак заключается в том, что это в реальном времени происходит. То есть люди собрались, они еще не делали эту задачу. Практически эта задача им поступила на ходу. И вы видите творческий процесс, как он есть. Творческий процесс, конечно, занимает больше времени, чем процесс объяснения. И это вот, это тоже дорогого стоит. То есть если вы хотите понять, как происходит визуализация в процессе, вот в творческом процессе, а не просто ее итог, результат, вот вам сюда смотрите. так, забыл. Оксана Силантьева организовала запись этого ролика, вот чтобы назвать все-таки всех действующих лиц. Ну и еще один тоже процесс, как он есть, очень интересный. К сожалению, ролик, 10-часовой вариант этого ролика сейчас недоступен на Ютубе, видимо, потому что доступ по ссылке, ну вот, Ютуб сам поменял способ доступа по ссылке, он сейчас недоступен. Но был доступен, поверьте, это было. То есть это вариант химического процесса, периодический химический процесс, когда два вещества постоянно переходят друг в друга. При этом меняется цвет с оранжевого на синий и синего на оранжевый. И так бесконечно. Вот, чтобы показать, что этот процесс не прекращается, кроме, там, двухминутного ролика, это МИФИ. МИФИшный канал. Был создан 10-часовой вариант ролика, где в течение 10 часов показываны вот эти вот вещества, этот сосуд, в котором в течение 10 часов вот методично меняется с желтого на синий, с синего на желтый, и ничего больше не происходит. Никто не подходит, никто не добавляет новых веществ. Это эффект одного плана. Знаете, киношники любят этот эффект, когда они хотят показать, что в течение этого времени, долгого, там, например, пяти минут, а иногда и весь фильм, да, как Сокуров снимал, ничего больше не происходит. Происходит только это, и больше ничего, то применяются съемки одним планом. Вот здесь это применен как методический эффект. Вот. Ну и последнее, наконец, последний ролик. В чем-то смешной. Я, помните, говорил, что метафоры имеют еще и опасность, кроме сильнейшей объяснительной силы. Они могут вводить в заблуждение. И это, собственно, ролик две минуты из рабочего процесса компании «Меркатор», где Андрей Скворцов объясняет, на примере Шрека объясняет опасность метафор. Ну, тут приводится диалог Шрека и «Осла», где Шрек пытается объяснить, что мы великаны достаточно сложны, да. Он хотел объяснить, что мы многослойные, и при этом сказал, мы великаны, как луковицы. Вот. А осел постоянно не понимает, да. Он говорит, что воняете, как луковицы, или еще чего-то там. Вот. И Шрек возмущается, что его не понимают, и говорит, нет, мы как луковицы многослойные. Вот. Ну, а осел говорит, ну, а почему луковицы? Не все любят луковицы. Может быть, лучше говорить про вафельки. Вот. И вот в этом опасность метафор, да. Когда вы применяете метафору, вы должны понимать, что она всем понятна. Часто у метафор есть некие паразитные смыслы, о которых вы не задумываетесь. И вот тут вот как раз этот ролик про это. Все. На этом у меня все. Еще раз хотел сказать, что у меня скоро будет курс. Вот. Сейчас посмотрю, есть ли еще вопросы в вопросах. Спасибо за вебинар. У меня вопрос. Есть ли рекомендации по выбору на занятии уже готового роль? По выбору на занятии уже... Ага. При изучении иностранных языков используются уже готовые нарезки из фильмов, сериалов. Да, такое бывает. На что следует обратить внимание при самостоятельном подборе таких видео? Хороший вопрос. Как раз стоит обратить внимание на то, чтобы учебный контекст не становился боевым. То есть в этих роликах должно содержаться все то, что вам надо объяснять. И очень мало, ну, желательно, чтобы ничего, очень мало паразитной информации. То есть то, на что может лечь взгляд вашего слушателя и отвлечься от того, что вы хотите объяснять. Ну, например, если вы там в английском языке хотите объяснять там артикли, там, э и зэ, да, то там не должно присутствовать что-то там, например, что-то сложное по временам, чтобы люди не отвлекались на материал, который им в данном случае совершенно не нужен. Вот. Вот я бы предложил вот это. То есть пытайтесь находить такие отрывки из фильмов, которые бы поясняли... Во-первых, хорошо поясняли бы то, что вы хотите объяснить, а во-вторых, не содержали бы каких-то паразитных смыслов. Вот мои... мои рекомендации по этому поводу. Так, есть ли еще вопросы? Коллеги, спасибо за то, что вы приняли участие в моем... Спасибо за просмотр!